Так, здравствуйте, друзья, я сейчас, так, сегодня 6 февраля 22 года, начинаю запись одной интересной темы. Вот, называется, хватит слушать знаменитое выражение Остапа Бендера, Европа нам поможет, решил помочь Европе. Почему? Потому что нашим импортозамещение только на бумаге, и даром это ничего не нужно. Давайте попробуем вот эту запись. Вот, итак, нажимаю кнопку и поехали. Ага, вот он я. Ну-ка, я себя вижу в верхнем углу. А, вот тут вот. Так, вот тут надо еще подправить. Ну, спешить некуда. Вот, мы у себя дома, зима. Каждый день ночи по 30. Так, ну, давайте с вами общаться. Ну, хотя бы так, что ли. Мои физиономии не видно. Может, это и не я вовсе. Вот. Ну что, пробуем. Итак, друзья. Это письмо, я его показываю жильем, которое пришлось в Швейцарии. Фильм специальный сделал. Так, но... Не хочу лишнего показывать, там, адреса, электронного адреса. Вот, это мне его перевел мой брат Юрий Владимирович Железовый. И вот что он оказал, потому что там и не было русского шрифта. Пришлось переводить. Спасибо за вчерашний телефон. Посчитайте мне всех ваших абрикос, персиков, вишен, яблонь, груш, орехов. По 10 штук, каждого всех сортов, которые есть. Еще все ваши книги, диски. У меня 20 дисков, журналы по данному экземпляру. Мой папа сказал, что ему удобнее переводить деньги на телефон. Назовите контакты. Не знаю, когда постараемся вывести это все, что смогу. В общем, вдруг, буквально на второй-третий день после этого пришел перевод. Вот. Перевод немаленький. 20 тысяч. Это не просто деньги для меня. Это больше на много моей пенсии. И теперь у меня дилемма. Итак, мы помогаем Европе. Итак, уникальные сортов братцы поедут в Европу, в данном случае в Швейцарию. И скажите, где в это время находится Академия наук? А главный редактор Вестника Садовода Вребрика Александр Алексеевич, правда, несколько лет назад, написал у себя в журнале, называется Вестник Садовода, что московский ученый считает железу проходимцем. Ну, а, видимо, не все считают проходимцем. И этот самый Александр Юрьевич Ваулин, он умудрился выписать у меня маленький, размером с карандаф сеянцы мальжурского абрикоса, получить гибридные абрикосы вокруг моего этого абрикосика. Вот теперь это огромное дерево-гигант, вокруг него культурные сорта, и получились очень крупные, достаточно крупные подвыды, 35 грамм. И уже их никак не назовешь ни дикими, и даже полукультурными. По его словам, они все вкусные. Вот, так, что-то мне тут надо получше направить. Сейчас, секундочку. Я снимаю на экране, то есть сам компьютер снимает, и еще параллельно видеокамерой, потому что уже было такое. Раз, и вдруг что-то исчезает, а потом, оказывается, я зря столько говорил. Итак, и так, значит, тут они сначала так, как я. Ну, например, мы сейчас с вами, давайте... А, кстати, вот эта вот тема, да, это я собирался, и будет фильмом. Вот сегодня, завтра приближается весна, я расскажу, что такое настоящие прививки. Как делать правильно, как делать неправильно. Вот. Видите? Это просто у меня тут под рукой подвернулось. Но мы сейчас вернемся туда, где мы картелят не гонял. 2007 год. Почему 2007? Вот появился... Надо бы раньше, но тогда только появился цифровой фотоаппарат. Вот. Пойдем туда. Пойдем туда и попали сюда. Вот мы где. Вот он, 2007 год. Здесь фотографии, которые присвоены множеством этих самых. Вот эта фотография. Видите? Высвечивается это. Тут такая табличка, да? То есть доказать, доказать того, что это моя фотография. А потом она на десятках сайтов. Вот. Вот эта фотография на десятках сайтов. Ну, мы все это с вами проходили. Вот. А почему мы сейчас тут? Дело в том, что давайте здесь поищем сливы и абрикосы. Было сказано ей прислать все. Все, вот есть у меня этот там список в каталоге. Ну, давайте глядеть. Значит. Ну, все уже прислать не могу. К сожалению. Часть уже продала. Вот. Но кое-что имеем. Имеем мы, например, вот этот самый чернослив, которого в Сибири ни у кого больше не встречал. Вот. Я уже так, даже мне, наверное, некогда вам все рассказать. Так. Вот все. Уже перестал работать этот самый запись, которая внутри компьютера. Ничего. Мы продолжаем. Хорошо, что я все-таки это параллельно записываю снаружи. Так. Ладно. Съемку, значит, можно не останавливать. Идем дальше. Ищем, 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 ищем. Вот. Самое интересное ищем. Значит. Ну, это мой вчерашний день. Вот. Кое-что получше я ей вышлю. Самое интересное, я ей предложу. Абрикосы, понятно, на первом месте. Потому что дама, которая наша, соотечественная, которая зовут Ольгой. У нее в Швейцарии 10 гектар. Она говорит, хочу абрикосы. Но я все время подчеркиваю. И сливы, и сливы. И убедил ее про сливы. Вот. Потому что у слив есть одна особенность. Она будет абрикосы. Второй этап. Ну, допустим, я еще год проживу. Допустим, она обзаведется моими черенками. Допустим. Вот. У нее вот такие чудеса. У меня единственный раз в жизни получились вот такие абрикосы. Когда я взял на культурные абрикосы, на королевские, прививка на манджульца, на манджульца-королевская, на королевский привил эту самую. В общем, без названий получил вот это. Ну, ладно, идем дальше. Вот. У нее будут и такие абрикосы. Вот эту фотографию сотни сайтов украли. Присвоили. Так, незаметно. Вот эту полсотни. Вот. Кроме этого, это второй этап. А первый этап ей нужны мои манджульцы. Сейчас мы будем искать. А на эти манджульцы можно проливать еще и сливы. Так. И наоборот. Вот мы пошли сливы. Скромные. Ну, что там говорить. Вот. Вот такие. Вот такие. Вот такие. Вот. Вот такие. И пойдем дальше. 2008 год. Так. Это у меня экспромт. Поэтому, видите, фотографию специально не готовил. Да. Вот. Вот. Чем хороши вот эти сливы. Я их называю красно-желтые. Вкус необыкновенный. Их, как я подозреваю, тысячи поколений никто никогда не привал. А теперь прием на них абрикосы. Так. А позже, потом, может быть, сегодня не увидите мои роскошные венгерки. Вот. А на венгерке абрикосы хорошо прививаются. Для чего это надо? Одна из жалоб нашей Ольги, которая живет в Финляндии, было то, что очень часто попадают под заморские абрикосы. Это бич всей Финляндии. Вот. Ну, естественно, что нормальные герои всегда идут в обход. Вы согласны со мной? Или нет? Нормальные герои это мы. То есть мы будем прививать абрикосы на абрикосы, параллельно на сливы. А что на сливы? А она позже зацветает. А вы думаете, не передается? Это только эти сказки, которые на меня обрушились, правоверные выпускники Тимирязевки. Где-то это было. Ну, ладно, мы, может, этим закончим. Сама идея вы уже поняли, да? Она сливы на сливы, сливы на абрикосы, абрикосы на абрикосы, абрикосы на сливы. Вот. И я бы к ней не отнесся бы, может быть, с такой серьезностью. А может, для них это так, хобби. Просто хобби. И вдруг она присылает мне следующее письмо. А там, а пришлите мне еще 10, 10, 10 упаковок с линтами. А одна упаковка это 100 штук, а 10 это 1000 штук. Ага, подумал я. Вот, 1000 прививок сделал, а это уже не шутки. Ведь если бы нужно было 500 прививок сделать, ну, не сегодня, год-два спустя. Вот. 500, она бы загадала 500, а 1000. И когда мы с ней говорили, я сказал, Ольга, перед вами огромная задача, перед вами огромная ответственность, и перед вами мировая слава. Слава, равная Мичурину, Бербанку и другим суперспециалистам. Почему? Потому что там тоже предгоре, как у меня. Но там теплее. То, что вот у меня тройной гибрид вегетативный, а он не может быть никогда. Это моя фаина, да? Вот. И там шансов, что она будет еще краше, еще лучше, больше. Почему? Теплее. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, листаю дальше. И еще я и сказал, сливы вам нужны из-за персиков. Вот смотрите, если вот это привито на абрикос, это торец сарая, а это сбоку сарая. Это привито на китайскую сливу. Я выше показывал фотографию. Вот такая интересная жизнь, друзья. Ждет нас это. Есть нравственные какие-то аспекты. Типа умру, но за границу ни одного семечка не продам, но она внутри никому не нужна. Вот что страшно. Вот что страшно. Убрюмое молчание. Московские ученые ответили. Железов проходимец. Вы знаете, как легко стать проходимцем? Вот. Может быть, они подумали, что я ездил в Крым снимать это все. Но в Крыму я не был. Но дело еще даже не в Крыме. Вот. Дело в том, что крымские питомники у них на сайтах все из интернета, и в том числе и мои. Вот такие вот, знаете. Вот смотрите. И эта тоже фотография украдена. Почему она зона украдена? Ведь человек поверит, что он купит, и у него такие сливы будут. До 100 грамм веса. Видите, о чем речь идет. Вот. Однажды мне прислал в выдержку 100 этих самых фотографий. Он с экрана делал фотографии. С моими фотографиями. Там, допустим, абрикос сфотографировал. Абрикос мой, на тот момент, 20 присвоили сайтов. Сейчас уже сотни. Вот. И так далее. То есть сайты, которые принадлежат интернет-магазинам, раз. И якобы питомникам. Почему якобы? Фотографий своих нет. Вот. Значит, матрищных садов нет. Вероятно, 99-90-х, что матрищных садов нет. Один единственный ответ на мой упрек. Что же мы фотографии-то вывесили красивую. А понимаете, нам некогда было фотографировать. И мне когда было. Они так заработались. Вот это ответ перекупщиков. Понятно, да? Вот. Ну, вернуться, показать еще. Это мы смотрели. Я говорю, у меня шедевры были раньше, чем в 2007 год. Но дело-то в том, друзья мои, что только этот фотоаппарат, когда не надо никакого мастерства, просто не надо. И вот получаются вот такие фотографии. Видите? Здесь мои друзья. Вот здесь мой покойный друг отправил черенки в Канаду. Вот они. Отправил в Канаду. Отправил в виде подарка. Вот. Как гербари. Или как там называется. Прошел номер. Вот. А вот это гербари от этого. От Средней Азии. Вот. Это я на рынке фотографировал. Испанский слива. Испанский слива. Вот. А обнаружила это моя жена. Ткнула пальцем. А еще бы учительница школы. А люди покупали испанскую сливу. Покупали. Вот это вот все можно листать до бесконечности. Вот. И так. Науке не надо. Вот. Показать еще Ваулина лишний раз. Давайте покажу. Дело в том, что я естественно первый же как только сделаю. Даже не оформляя в виде красивого. В виде красивого этого самого. Ну там заставка, музыка. Я отправлю опять же в Швейцарию, чтобы показать лишний раз, что я тоже волнуюсь. Я переживаю за результаты. Очень переживаю, да. Вот. Сейчас я вам кое-что покажу. Кое-что покажу. Ладно. Результаты Ваулина. У него уже несколько есть работ. Есть реферат, есть доклад. Вот. Результаты уникальные. Он решил не связываться с прививками вообще. Вот. Результат получил. Вот. Сейчас мы его найдем. Та-да-ра-да-та-да-ра. Так. 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 Ну это я случайно тормозился. Нет, я не про красивую девушку, которая является аспирантом, моим другом и соучастником всех этих подвигов. Вот. Вот. Единственный из ученого мира, кто со мной дружит. Очень здорово дружит. Ваулин плюж железов. Плюж железов. Это горькая шутка. Дело в том, что он взял, делая вот эту работу. Инновационная разработка, закладка промышленной плантации. Вот. Все это от меня. Вот. Выдержал до минус семь. Т-т-т. Планты ношения ежегодные. Морозы до минус тридцать семи. Весенний зал. Это мой дружеский абрикос родил, под ним были маленькие, размером с карандаш этой семцы. Вот что с них получилось. Что интересно, дерево одно, все родные сыновья или дочки видели. А вот что значит пожить среди культурных. Вот. Вот что ее ждет. Она заказала всех по 10 штук. А там наименований 20 у меня. Вот разных. Так. И это первый этап. Плоды от 15 до 35. Это его. А у нее-то уже будет, эти самые, следующий шаг уже сделан. Все кости, которые вышли, они будут, ну, 90 процентов. Уже под названием сыновья манджурского абрикоса. И сеянцы амура. То есть они более благородные. И они еще более, как бы сказать, гибридные. Слово неправильно, но пусть будет. Гибриднее. Вот. Вот эту фотографию делал Ваулин у себя. Это только одна из его работ. Есть даже поинтереснее, но долго искать. У меня нет памяти. Я у себя в этом своем архиве, как в дремучем лесу нахожусь. Поняли, да? Вот. Потом все это попадает сюда. Вот это значит, что садоводство по Железу. Это мой канал. Вот. Количество подписчиков уже несколько лет жду, хотя бы до 10 тысяч достигнет. Но никак не достигает. Вот. Это значит, что вот здесь количество просмотров. За 17 часов 200 просмотров. Вот. Про наш нехалторный питомник. Работа в саду должна быть праздником. 270 человек узнает об этом, что такое праздник. Никаких огромных ям. Ничего. Вот. Сейчас еще бы... Не знаю, стоит ли тратить на это время. Ваше время. У меня-то времени пенсионеру зимой что делать. Вот. 21 год. 21 год. У меня, кстати, завтра вебинар. Все-таки надо ли время терять? Нет. Вот так вот берется все это дело. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Здесь человек с огромным удовольствием выкопал метровую яму глубиной. И давай туда доломитовый выкопал. Зачем? Ты же не знаешь, какой пааж. Нет, надо задать. Вот. Жалко, трудно сходу найти. Не здесь ли? Садовый мир. Ну-ка. Нет. А, ну все равно. Впереди приближается положение. Меня удивляет то, что когда вот так вот делается, да, берется ветка боковая. Вот она. Мне это так не понравилось. Ну, пожалуйста, ты не учи ты так людей. Ведь если здесь прирастет ветка, сколько она тебе плодов даст? А если даст, то обломается. Ну, несерьезно это. Вот, видите? Ну, что это такое? Так самое обидное, что она 88 тысяч человек научила именно так делать. И тогда сейчас я заканчиваю этот разговор. Вот. Ладно, уже сумбурный. И начну конкретно. Все о прививке. Это будет несколько кино. Все о прививке. Потом все про посадку. И все. И мы будем продолжать. У меня количество этих... Где сейчас там был? Я был, по-моему, на этом. Вот здесь, да. Вы поверите, сколько здесь этих нет? Сказать? Если я сходу найду. Господи, реклама. Остановим рекламу. 2558 фильмов мы с братом сделали. И с помощницами. 2558. Мне сейчас говорят. Ну, может, не найдем то, что хотели. Вот. А я же не виноватся, столько фильмов создал. Вот. 209 просмотров. И тогда мы решили. Будем брать количество. Не удается добавить три ноля. Вот. Как делают другие. Не получается. Что столько огромных просмотров. Будем брать количество. Надо переломить ситуацию. То, что здесь творится в нашей стране, вот. У нее несколько проблем. Первое, вы же понимаете. Это, конечно же, большевая саженца. А если настоящая, то у них марозостойкость такая, что они не выдержат. Не то, что в Сибири. Они не выдержат даже в средней полосе России. А на черта их везут на верную смерть. А это одна беда. Вторая беда хранения. Вы поверите, нет? Еще пару минут. Вот это все. Это. Я снимал с этого. С экрана. Посреди зимы цветут сливы. Видите? Хранение. На коробках написано. Ноль плюс два. Съемка велась в январе. До весны. Как их додержать? Ну ладно, там где-то кто-то там в комментариях дал дельный совет. Нашелся чек. А в сугроб вдруг выдержит до весны. В сугроб снежный. Ну никогда цветет же. Кому продают? Только за сфилом выбрасывай. Ну, я никогда не считал, что у Кутепова все, допустим, халтурщики. Посмотрите, какая красивая работа. Какие коробки нарядные. Но у них мертвые саженцы к весне. Играйзи можно хранить при температуре 20-25 градусов. Это такое предательство. Кутеповский питомник может ни при чем. Отдал на продажу. И хранят. Ни малейшего понятия. Ну. Что творится? Выжас какой-то. Что вы делаете-то? На улице январь. А вот так они высыхают за месяц. Это мной проверено. Напрочь высыхают. Да, у них там обмотанная корня в какой-то там, допустим, полиэтилене. Тут не видно. Ну и что? Кора испаряет влагу. И когда его потом достанутся, уже в феврале, в марте, достать еще до высадки. Размотать корни. Они сухие. У меня тут последнее. Я говорю, неудобно. Она уже умерла не так давно. Владелица крупнейшего питомника. Я видел, как она учила садить. Взяла, распаковывает саженец абрикоса. Прямо на наших глазах. Взяла эту упаковку, срезала. И вот когда она срезала, все, что было вокруг корней, какое-то количество там чего-то было, оно осыпалось, как это, как пыль. И она, вот этот абсолютно сухой саженец, это владелица питомника, крупнейшего, одной из крупнейших в России, как пыль, абсолютно сухой саженец, на наших глазах взяла и посадила. Он мертвый. Представляете, что творится? Сейчас я вам... Еще у меня осталось сколько тут? Еще 4 минуты. Если я возьму сейчас... Показать лишний раз. Подзву с тем, что он еще не хочет отключаться. Не хочет отключаться. Может, здесь это, если сходу найду. Да, здесь. Вы видели 21-й год съемку, правильно? А теперь глядите 10-ю годами раньше. Это я снимал в Москве. Это все саженцы мертвые. Меня прикрывала своей хрупкой спиной Мараховская Ирина, которая организовала в том числе лекции в Москве, мой семинар. Она мне привела в магазин, говорит, любуйтесь. Закрывала от охранников. Я в это время тайком фотографировал. Царапал пальцем. Мертвые. Вот. И ничего... А, кстати, это семинар. Вот они. Ничего не изменилось. Вот достали мы тихушку. Мертвый саженец. Ну, февраль. А еще люди же купят. Они же не понимают, что он мертвый. Вот. Поэтому мы будем продолжать, продолжать и продолжать свою просветительскую деятельность. Вот. А это последний... Я вот так, слово. Последний Магикани. Банки настоящий абрикос. Сам вырастил. Володя Филиппиев. Вот его саженцы. Ну, конечно, я бы сильнее резал. Он их подрезал слегка, чтобы лучше прижились. Я бы вот так бы резал. Ну, по крайней мере, уже лучше, чем садить непривитые. Уникальные сорта. Плоды до 80 грамм веса. Вы представляете? И это посреди Сибири. Вот. И на каждого такого приходится саженец Володи. Тут же рядом на рынке сотня саженцев, те, которые умрут 100%. Вот это наша действительность. Давайте, ребята, сами. Давайте вспомним еще раз, что Швейцария, Швейцария, но жить там в России. Вот. А то, что в Швейцарии отправляется крупная партия, вот, то как-то мне, мне этому самому, кавалеру ордена славы, вот, человеку, который в Норильском комбинате на миллионы, 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 миллионы рублей наизобретал изобретений, вон у меня лежат почетные эти грамоты и звания, дипломы, вот, отправляю партию за 20 тысяч, имея с этого, самую, пенсию 17 тысяч. Вот. Это не моя беда. А вы сейчас, посмотрите, господа ученые, забудьте, что это Сибирь. Вот. Да, понятно, вы не поверите, что это возможно. Я все понимаю. И вас понимаю. Вот. А вам это не дано на данный момент. Просто нужно, чтобы хоть один сказал, а вдруг, так же хоть кто-то один из вас сказал, а вдруг Бог есть. Вот. И отказаться, это идиотское самое, что из грязной лужи слиплись несколько молекул, а потом и землеройка стала человеком за 35 миллионов лет, чтобы вот эту дурь в школе не продавали. Вот. И там нужен, кто однажды скажет, король-то голый, вся вот эта вот научная, эти, высосанная из пальцев, происхождение человека, происхождение растений. Растения на землю попали, знаете, какие? Культурные сразу. Потом дичали во время ледниковых периодов. Но сразу были культурные. И тогда вы поверите, что все это возможно. Что все это реально. Что и в Сибири может быть. Потому что у них, там заначки у каждого генома есть возможность выживать в самых страшных условиях. Раскрыть эти возможности. А не говорить, что железо проходить. Даже не посмотрев вот это. Вот это не посмотрев. Тут все. Тут агротехника. Все на свете тут. Умирают такие люди. Такие люди умирают. Вот. Это я про Боднара Бориса. И ничего, хоть бы кто это. Умер Байкалов, никто не заметил. Умер Латинков на Урале, никто не заметил. Умер Боднар Борис, поселок Черебушки, в Савиногорске. Никто не заметил. Вот. Умер Боднар Борис. 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 Умер Боднар Борис.